Пока иду, здравствуйте, расскажу вам немножко об этой гостинице. Это Рэдисона Прибалтийская. В прошлом это Интурист гостиница. Чем она такая примечательная? Наверное, тем, что в 1986 году здесь снимался фильм «Интердевочка». Также здесь любила останавливаться Примадонна Аллы Борисовны Пугачёва. Она здесь останавливалась в 10-тысячном номере. И даже однажды был... Это люкс. И даже однажды был скандал на эту тему. Она как-то приехала, 10-тысячный был занят. Ей предложили люкс под номером 12 тысяч. Она категорически отказалась. Сказала, я не буду вас здесь петь в таком случае. Был такой скандал. Так что гостиница с историей советского ещё построения. Алюминиевые профильные двери, которые просто, видимо, ну как бы обновились. Обновились. Не, номера хорошие, чистенькие. Всё с ремонтиком, всё комфортно. Ну, вот новый владелец. Новое название. Ну, гостиница с историей. Мы выезжаем из отеля. Сейчас едем в центр. Мы там покушаем. И в аэропорт. Утром было солнце. Сейчас вот пасмурно. Посмотрим, как на улице я не была. Лёша ходил несколько раз курить. Господи, всё-таки, как не курящие люди, свободно от каких-то таких вилочей. Он сходил мне утром, купил крем для лица. Из дома не взяла. И вчера, видимо, гуляли. И весело. Обветрило. Господи. Я говорю, купи не могу, потому что у меня какой-то Лароша Пасай был. Прям вообще капельки. Но он немножко для другого. Просто в руки валялся, что на работу возила. Он от несовершенства. И он не очень там для увлажнения, скажем. Но всё равно я его наносила. Он пошёл купил мне. Такой витаминный. Легче. Сейчас что, Алексей? Он там собирается. Проскорю, выйду, мне жарко. Ещё яшка пионер, оделась, стала и пошла. А, она выходит. Она выходит. Лёшка. Вон, коридоре, коридоре. Не знаю. Вот так вот людей не встречаем. Машины есть. Очень много московских машин, подмосковных машин из других регионов. Поэтому люди ездят в Питер. Пользуются в данной гостинице. Я говорю, она всем хороша. Я её рекомендую. Даже с учётом того, что вы боитесь, что это далеко от центра. Ничего страшного. Недорогой такси вам всё компенсирует. Вам это будет выгодно. Так что мы поехали. Всё кашляет. Я думаю, может, они их отключают. Ну, мало гостей. Зачем? Может, и за это. Зачем гонять или количество тратить? Это же всё. Первый. Я не помню. Вот это сколько бегало? Правильно, ту сторону отключил. Так, руло не заполнило. Нахуй уже. Да. Нет. Так что... Традиционно завершаем своё путешествие короткое с того места, где мы его начали. Канал Грибоедова. На протяжении нескольких уже поездок мы именно с этого и начинаем место. И этим местом мы заканчиваем. Очень нам нравится. Мне почему-то именно вот это место. Какое-то для меня духовное. сейчас пока стояли. Ждали такси. Несколько там около отеля. Погода испортилась. Сейчас вот, правда, закончился уже дождик. Но даже летят несколько снежинок. Переходим в снег. Вот. Поэтому себя стараюсь греть. Потому что что-то как-то видимо ковид всё-таки по мне очень сильно ударил. и иммунитет очень слабый. Поэтому сейчас в Москву сайт iHerb и будем заказывать всякие витамины, чтобы восстановиться. Вот. И сейчас идём на обед и в аэропорт. А чем снимать? Вот он, грибной канал. Место, которое мне очень-очень-очень нравится. Сейчас берём вот в это здание. Вот этот ресторанчик. Лёха там курит. По обыкновению он курит. Чё-то сидит. Расстёгнутый нараспаш. Боже мой. Вот дом Зингера известный. Известный. На углу. Люблю это место. Это прямо метро Невский проспект. Завтрак, серый обед. Грибной супчик. Чашечка. Чайничек чая. Грузинский хлебушек. Борщик у Алексея. Вот так вот с сальцем даже. И ещё у нас второе. Так что приятного нам. Стивной конца от Алексея ещё принесли. У меня вот такая прелесть. Всё, мы откушали. Сейчас будем заказывать такси и в Кулково. Зашла во двор зданий. Классика Петербурга. Фасады красивые. Там нет. У нас такое тоже есть. Поэтому что-то тоже лукавить. Фасады красивые. Ах, хахах. Пока.